Ходите в качалку, но мышцы не растут, перестаньте мастурбировать, синтезируется в эстроген. Почему-то организм именно этот жир превращает в эстроген. Очень известная добавка оказалась мифом. Всем привет, это Дима, и в этом видео я расскажу вам о тестостероне. Как его естественным образом поднять или держать на хорошем уровне. Для начала я скажу, как вы почувствуете, что у вас низкий тестостерон. И не важно, трансгендер вы, как я, или цисгендер вы, как вы, или вы до-ДЗГТ трансгендер, например, как вы, и так далее. Если у вас вялость, общая усталость, сонливость, может быть, низкое либидо, то есть не хочется секса, например, вы качаетесь, ходите в качалку, но мышцы не растут, это признаки низкого тестостерона. Сейчас мы больше говорим о тестостероне и о людях, у которых основной гормон тестостерона. В инстаграме я вас спрашивал, что вы знаете о тестостероне и как его уровни поднимать. Спасибо большое за вашу активность, я разберу все ваши инпуты. Что нужно для того, чтобы тестостерон был на высоте? И что ему мешает? Начнем с того, что ему мешает. Ему мешают инсулин, эстроген и кортизол. И, следовательно, нужно избегать высоких уровней этих гормонов. А нужен тестостерон холестерин. Давайте разберем, как это все друг с другом связано и взаимодействует. Для того, чтобы инсулин держать на низком уровне, будет логично, что надо есть поменьше сладостей и поменьше мучного. И это значит, в частности, что желательно есть поменьше лайк-продуктов. То есть, если вы, например, едите лайк-продукты, то таким образом, да, в ваш организм поступает меньше сахара. Но, когда вы едите эти продукты, то у вас поднимается инсулин, потому что ваше тело думает, что пришел сахар. Хотя пришел сахарозаменитель. И когда повышается инсулин, то унижается тестостерон. Плохо. Дальше. Кортизол. Кортизол – это гормон стресса. Если по-простому. Можно очень все сложно сделать, но это не на этом канале. На этом канале все довольно просто. Кортизол – это гормон стресса. Это значит, что, чтобы его было поменьше, надо лучше спать и лучше отдыхать. Однако, не значит, что если вы дольше спите, то у вас будет выше тестостерон. Были исследования, которые показали, что, да, сон меньше пяти часов или четырех часов, что вообще не это жесть, повышает уровень кортизола и понижает очень сильно уровень тестостерона. Однако, если будете спать больше девяти часов, то это тоже не способствует высокому тестостерону. Следовательно, вообще-то у каждого свой ритм и у каждого свои потребности в количестве сна. Но сон примерно от семи до восьми с половиной, максимально девяти часов считается самым благоприятным. Еще противодействует высокому кортизолу секс. Та-да! Есть довольно распространенное течение, которое называется NoFap. Тут целые YouTube-каналы, которые призывают ребят, перестаньте инстурбировать, воздержитесь, не занимайтесь сексом и все такое. Это полный бред и было доказано, есть об этом исследование. Как раз регулярный совет повышает тестостерон. А еще для того, чтобы удержать кортизол на низком уровне, поможет витамин D3. D3 вы можете получить от солнца, но сейчас зима, поэтому можно хавать таблетки и передоз практически невозможен. Следующий гормон, который нам не очень благоприятен, это эстроген. И внимание, транспарни и качки, которые колят тестостерон для того, чтобы качаться. Слишком много тестостерона синтезируется в эстроген. Это не то, что мы хотим. Эстроген, к сожалению, содержится в таких вещах, как в пиве. А также будьте осторожны с соевыми продуктами. То есть продуктами, которые просто сами по себе. Соя, а еще если вы едите мясо, то лучше, чтобы это было био. Потому что особенно кур и другой скот кормят соевыми добавками. Или даже вообще весь корм основан на сои, которая, к сожалению, генетически модифицирована. Будьте осторожны в этом отношении. Холестерин обязательная компонента для того, чтобы организм вырабатывал тестостерон. С одной стороны, наш организм вырабатывает холестерин довольно много, очень много на самом деле. А с другой стороны, холестерин мы получаем из нашего питания. Есть исследования, которые доказывают, что если питаться с большим количеством насыщенных жиров, то это приводит к более высоким уровням тестостерона. И прекрасным источником холестерина являются яйца. Однако будьте опять-таки осторожны, пью лучше, чем не пью. Чисто в скобочках отметим, что транс-жиры совсем большая бяка. И об этом есть намного больше исследований. Способствуют диабету, инфарктом, инсультом. У тебя в голове мозги и рекю! Если есть слишком много жирной еды, при этом не заниматься спортом и много лежать или вести сидячий образ жизни, то это, конечно, грозит ожирению. В частности, очень-очень плохо на нас действует жир, который образуется здесь, в районе живота. Почему-то организм именно этот жир превращает в эстроген. Представляете, это вообще... У меня мозг вышибает, когда я это узнал. И поэтому плавно переходим к следующему пункту. Спорт. Спорт поможет переработать жирную пищу, протеин и так далее в тестостерон и мышцы. Все взаимосвязано. Очень сложно что-либо из-за того, что я сказал, брать просто отдельно. В спорте нужно обращать внимание на то, что нужны большие веса и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Но будьте осторожны и не перетренируйтесь. Перетренированность тоже способствует понижению тестостерона. Я думаю, что примерно так 3-4 раза в неделю тренироваться с большими весами, комбинируя это с HIIT тренировками, как раз то, что надо. Все пункты, которые вы мне написали в инстаграме, я рассмотрел. Еще раз спасибо за них. В частности, было написано про трибуус. Об этой пищевой добавке я узнал совершенно недавно, не знаю, наверное, год назад. И оказывается, в 80-х или в 60-х это вообще была очень известная добавка. И она оказалась мифом. Я очень сожалею, если я кого-то сейчас разочаровываю. Раньше считалось, что эта добавка повышает тестостерон, потому что заметили, что она повышает либидо. И считалось, что у либидо и тестостерона прямая зависимость. Чем больше одного, тем больше другого. Оказывается, что в данном случае с этим препаратом это не так. Да, трибуус повышает либидо, но нет тестостерона. Ссылки об исследованиях вы найдете в видео. Я надеюсь, эта информация была полезной и понятной. Если что-то из того, что я сказал, не соответствует вашим знаниям, то, пожалуйста, пишите комментарии, пишите, добавляйте ссылки на информацию, которой вы доверяете. Сверимся и обсудим. Пишите также, что из того, что я сказал, соответствует тому, что вы знаете и что вы опробовали на себе. Мне это интересно. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до следующей пятницы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok